Добрый день! Электрический ток широко используется человечеством. Каждый день нас окружают множество электрических приборов, внутри которых находятся электрические цепи различной сложности. От простейшей цепи с батарейкой, лампочкой и выключателем в фонарике до сложнейших компьютеров, смартфонов и так далее. На прошлых уроках мы изучили природу явления электрического тока, а также познакомились с величинами, которые его характеризуют. На этом уроке мы сделаем уклон на практические аспекты работы с электрическими цепями. Мы познакомимся с методом графического описания электрических цепей электрическими схемами. Научимся условным обозначением и изучим параметры элементов, которые входят в состав различных электрических цепей. Проще говоря, изучим язык цепей. Помимо этого, мы познакомимся с методами соединения электронных компонентов или участков цепи, которых всего два — параллельная и последовательная. Однако любая, даже самая сложная, цепь может быть получена с помощью их комбинации. А также, используя эти знания, мы научимся рассчитывать конкретные электрические параметры для конкретных видов цепей. Как мы уже говорили на прошлом занятии, для того, чтобы поддерживать ток в электрической цепи, необходимо наличие электрического поля, а также перемещение зарядов с одного конца цепи на другой. На практике с этими задачами справляются специальные устройства — источники напряжения и источники тока. Подробнее с ними мы познакомимся на следующих занятиях. Сейчас нам достаточно понимать, что эти устройства создают необходимое электрическое поле и перемещают заряды с одного конца цепи на другой, тем самым поддерживая их движение по замкнутому контуру. От источников тока или напряжения энергия может передаваться по проводам к потребителям электрической энергии, например, к лампочке, к электронагревателю, ну, в общем, к любым приборам. Соответственно, именно для этого и составляются электрические цепи различной сложности. Графическое отображение электрической цепи называется электрической схемой. Электронные компоненты обозначаются на электрических схемах специальными символами, условными обозначениями. Сейчас мы рассмотрим условные обозначения тех элементов, которые понадобятся нам для решения задач на расчет электрических цепей на этом и следующем занятии. Начнем с источников тока и напряжения. Идеальный источник тока – это устройство, которое создает во внешней цепи постоянный ток определенной величины. Выводы источника тока, ну, то есть те, к которым подключается эта внешняя цепь, называются клеммами, а сама внешняя цепь – это и есть цепь, которая подключается к источнику. Ток идеального источника никак не зависит от внешней цепи, которая к нему подключается, то есть не зависит от ее сопротивления и так далее. А напряжение на обкладках идеального источника связано с сопротивлением внешней цепи по закону Ома. У равно И умножить на Р. Параметром идеального источника тока является сила тока, которую он создает во внешней цепи. Его условное обозначение вы сейчас видите на экране. Идеальный источник напряжения – это устройство, которое создает на концах внешней цепи постоянное напряжение. Оно никак не зависит от сопротивления внешней цепи, а сила тока во внешней цепи будет зависеть от напряжения по закону Ома. И равно У делить на Р. Параметром идеального источника напряжения является то напряжение, которое он создает на концах внешней цепи. Его условное обозначение вы сейчас видите на экране. Стоит понимать, что модели идеальных источников напряжения и тока являются абстракцией, то есть не существуют в реальном мире. На следующем уроке мы рассмотрим модель реального источника, параметры которого уже будут, естественно, зависеть от параметров внешней цепи. А также познакомимся с обобщенным понятием источника ЭДС. Забегая вперед, источник ЭДС – это, по сути, тот же самый источник напряжения, но не идеальный, а обладающий некоторым внутренним сопротивлением. Оно уже, естественно, будет влиять на напряжение на обкладках этого источника. Условное обозначение источника ЭДС вы сейчас видите на экране. Его параметрами являются напряжение на обкладках, которое обозначается буквой ε большое, и внутреннее сопротивление, которое обозначается буквой r маленькая. Электрический элемент, обладающий некоторым сопротивлением, называется резистор. От латинского слова резисто – сопротивляюсь. Условное обозначение резистора вы видите слева от меня. Его параметром, естественно, является как раз то самое сопротивление, о котором мы говорили. Обозначается оно буквой r. На практике часто возникает необходимость изменять сопротивление резистора для управления какими-то другими параметрами цепи. Резистор с регулируемым сопротивлением называется реостатом. Его условное обозначение вы видите на экране. Его параметр – это так же, как и у резистора сопротивление r, только в данном случае его можно изменять. Для того, чтобы связать источники тока и напряжения с другими компонентами, используются провода. На практике провода состоят из проводников, обладающих некоторым сопротивлением. На схеме такие провода будут обозначаться так же, как и резисторы, с которыми мы уже познакомились. А что же тогда обозначают линии на электрических схемах? Они показывают, как и в какой последовательности электронные компоненты подключаются друг к другу. Представьте себе, что это провода, но не обладающие сопротивлением, либо обладающие, но пренебрежимым малым. Вот, например, схема простейшей электрической цепи, состоящей из элементов, с которыми вы уже познакомились. Сопротивление внешней цепи, подключаемое к источнику тока, в данной схеме будет равно сопротивлению резистора. Соответственно, линии, которые соединяют источник тока и резистор, это как бы провода, но не имеющие сопротивления. То есть, потенциал в точке 1 и в точке 2 будет один и тот же. Действительно, ведь заряды не испытывают никакого сопротивления при переходе из точки 1 в точку 2. Закрашенными точками на электрических схемах обозначаются узлы. Это точки, в которых сходятся три или более проводников. Еще один элемент, используемый в электрических цепях, это ключ, который служит для замыкания-размыкания проводников. Говоря простыми словами, это обычный выключатель. Его условное обозначение вы видите слева от меня. На прошлом уроке мы с вами уже познакомились с таким прибором, как конденсатор. Он также довольно часто используется в различных электрических цепях. Его условное обозначение вы сейчас видите на экране. Параметром конденсатора является его электрическая емкость, которая обозначается буквой С большое. Еще одним распространенным электронным компонентом, с которым мы познакомимся на одном из следующих уроков, изучая магнитные явления, является катушка индуктивности. Ее параметром является индуктивность, которая обозначается большой буквой L. Ее условное обозначение вы видите слева от меня. О том, что это за величина и что она характеризует, вы узнаете на следующих уроках. Важнейшие электронные компоненты – это потребители электрической энергии. Эти приборы преобразуют электрическую энергию в другие виды – механическую, тепловую и так далее. На практике существует огромное количество видов таких приборов. Но в цепях постоянного тока все они характеризуются по сути единственным параметром – сопротивлением данного прибора. Его еще называют сопротивлением нагрузки. Так что, по сути, мы можем рассматривать все потребители электрической энергии как резисторы с некоторым сопротивлением. Давайте вспомним, как работает обыкновенная лампа накаливания. В ней есть нить накаливания. Это маленький проводник из определенного материала, обладающий определенным сопротивлением. При протекании по нему электрического тока выделяется энергия, которая идет на нагревание этого объема проводника, то есть нить. Материал и сопротивление подобраны таким образом, что этой энергии достаточно, с одной стороны, чтобы накалить нить, а с другой стороны, чтобы не расплавить этот материал. Таким образом получается, что лампочка, по сути, это обыкновенный резистор. Получается, что для расчета электрических цепей в целом не важно, какой именно потребитель энергии используется в данном случае, а важно его сопротивление. Поэтому часто в школьных задачах по физике в качестве потребителя энергии используются как раз лампочки. Иногда в задачах по физике лампочка может выступать в роли так называемого индикатора тока. То есть, если по ветке, в которой расположена лампочка, ток протекает, то лампочка горит. Если не протекает, то не горит. То есть, стоит разделять два возможных варианта использования лампочки. Первый вариант – это индикатор тока. В таком случае сопротивление лампочки будет равно нулю. Во втором случае – это потребитель энергии. Тогда она, естественно, обладает некоторым сопротивлением. Понять, с каком из этих двух условных видов соответствует лампочка в каждом конкретном случае, можно подробно ознакомившись с условиями задачи. Условное обозначение лампочки вы сейчас видите на своих экранах. Аналогично лампочке в задачах по физике иногда используется звонок, также в роли либо потребителя энергии, либо в роли индикатора тока. Его условное обозначение вы сейчас видите слева от меня. Также часто в электрических цепях используются измерительные приборы. Они служат для контроля параметров цепи на различных ее участках. Прибор для измерения напряжения называется вольтметр. Вольтметр подключается параллельно участку, на котором мы хотим измерить напряжение. Сопротивление вольтметра бесконечно в идеале, а на практике очень велико. Поэтому утечки тока, соответственно, в ветку, в которой расположен вольтметр, отсутствуют. Условное изображение вольтметра вы сейчас видите на своих экранах. Прибор, предназначенный для измерения силы тока, называется амперметр. Амперметр включается последовательно с участком цепи, на котором мы хотим измерить силу тока. Сопротивление идеального амперметра стремится к нулю. На практике оно просто очень мало. Таким образом, на амперметре не возникает дополнительного падения напряжения. Условное обозначение амперметра вы видите слева от меня. Как вы уже, наверное, заметили, на примере, который я приводил сегодня, показывая узлы, электрические цепи могут содержать в себе разветвление. Это вполне логично. Ведь если к огромному многоквартирному дому идут всего пара проводов, а в сотнях квартир работают десятки электрических приборов в каждой, значит, ток должен был разветвляться по пути к конечным потребителям энергии. Сегодня мы рассмотрим виды соединения электронных компонентов. Последовательное и параллельное. Важно понимать, что любые, даже самые сложные цепи, могут быть составлены комбинацией двух этих видов соединений. На прошлом уроке мы уже рассматривали последовательное и параллельное соединение конденсаторов и даже научились рассчитывать их общую емкость. Теперь давайте рассмотрим последовательное и параллельное соединение двух резисторов. Для этого очень удобно, как мы уже делали на одном из предыдущих уроков, использовать следующую метафору. Представьте, что ток — это жидкость, текущая по трубам. В таком случае, чем больше толщина трубы, тем меньше сопротивление такой трубы. То есть вода проходит проще. Чем меньше площадь поперечного сечения трубы, тем выше ее сопротивление. Давайте подумаем, что же будет, если мы последовательно соединим два таких участка трубы. Логично предположить, что после прохождения воды через первую из труб давление, которое в нашем случае соответствует напряжению, снизится на какую-то определенную величину. Затем, после прохождения через вторую трубу, оно снизится еще раз. Но объем воды, который проходит через эти трубы в единицу времени, будет одинаковым для обоих труб, ведь они соединены последовательно. В нашем случае объем в единицу времени воды, которая проходит, соответствует силе тока. Следовательно, мы можем сказать, что при последовательном соединении двух резисторов сила тока на этом участке цепи будет одинаковой и равной силе тока в каждом из резисторов. Давайте запишем это соотношение с помощью закона Ома для участка цепи. Итак, запишем. У1 равно И умножить на R1, а У2 равно И умножить на R2. Как тогда вычислить суммарное напряжение такой цепи? Очень просто. Из прошлых уроков вы знаете, что напряжение – это не что иное, как разность потенциалов между двумя точками. Так вот, разность потенциалов между точками 1 и 3 будет равна сумме разности потенциалов между точками 1 и 2 и между точками 2 и 3. Значит, напряжение между концами этого участка, У, будет равно У1 плюс У2. Ну, если подставим то, что мы записали ранее, оно будет равно И на Р1 плюс Р2. Значит, по закону Ома общее сопротивление всего этого участка цепи будет равно У делить на И. Ну, если подставить, то оно будет равно просто Р1 плюс Р2. Похожие рассуждения будут верны и в случае, если соединяется больше, чем два участка. Давайте запишем это. Р равно Р1 плюс Р2 плюс и так далее, и так далее, и так далее до РН. То есть у нас последовательно соединяются Н участков. И напряжение на каждом участке будет равно ток в цепи умножить на сопротивление этого участка. Либо можно записать в таком виде У умножить на РН и разделить на Р. Итак, давайте еще раз проговорим несколько важных моментов из вышесказанного. При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. Напряжение на каждом из участков цепи равно УН равно И умножить на РН, либо равно У умножить на РМ и делить на Р. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений, входящих в нее резисторов. То есть Р равно Р1 плюс Р2 и так далее до РН. Теперь давайте рассмотрим параллельное соединение двух проводников. Будем пользоваться той же метафорой. Ток – это вода, текущая по трубам. Так вот, что же будет, если мы параллельно соединим две таких трубы? Логично предположить, что поток воды сначала разделится с точки расхождения этих труб, а потом вновь соединится с точки схождения этих труб. Так вот, давление жидкости будет принимать какое-то определенное значение до расхождения и какое-то определенное значение, но уже другое, после схождения двух этих труб. Отсюда можно сделать вывод, что напряжение для обоих участков будет одинаковым. К такому же выводу можно прийти, если вспомнить, что напряжение – это не что иное, как разность потенциалов между двумя некоторыми точками. Так вот, для обоих из этих участков цепи, соединенных параллельно, эти точки будут одинаковыми, то есть напряжение на них действительно будет равно. А суммарный объем воды, протекающий за единицу времени по двум этим трубам, будет складываться из объемов воды, протекающих по каждой из этих труб за это же время. Отсюда следует, что суммарный ток на двух участках цепи, да, для параллельного их соединения, будет равен сумме токов в каждом из этих участков. Давайте запишем все это. Давайте обозначим напряжение между концами проводников буквой У, так как оно одинаково для обоих проводников. Это мы только что обсудили. Ток через первый проводник обозначим буквой И1, а ток через второй проводник – буквой И2. Тогда суммарный ток, естественно, будет равен И1 плюс И2. Суммарный ток имеется в виду на общем участке цепи, да, содержащий два параллельно соединенных проводника. Теперь давайте применим закон Ома для этого участка цепи и запишем следующее уравнение. И1 плюс И2, то есть суммарный ток у нас будет равен напряжению на концах этого участка, то есть У, делить на Р, на сопротивление этого участка, общее сопротивление. Отсюда можно записать следующее соотношение. И1 плюс И2 делить на У равно 1 делить на Р. Если мы применим закон Ома для каждого из двух параллельно соединенных участков цепи, но мы получим следующее соотношение. И1 равно У делить на Р1, а И2 равно У делить на Р2. И, соответственно, подставляя это выражение, записанное слева, получим следующее. 1 делить на Р равно 1 делить на Р1 плюс 1 делить на Р2. Только что мы вывели соотношение между общим сопротивлением участка цепи, содержащим два параллельно соединенных резистора, и сопротивлениями этих резисторов. Такое же соотношение будет и в случае, когда параллельно соединяется более чем два резистора. Давайте запишем это. Итак, 1 делить на Р будет равно 1 делить на Р1 плюс 1 делить на Р2 и так далее, плюс 1 делить на РН. То есть мы соединяем N резисторов параллельно. Если мы захотим записать выражение для тока в каждом из этих участков, то он будет равен У делить на РН, то есть на сопротивление конкретного участка. Либо можем записать в другом виде, применив закон Ома, и на Р и делить на РН. Итак, давайте еще раз проговорим несколько важных моментов из вышесказанного. При параллельном соединении проводников сила тока участка цепи равна сумме сил тока на каждом из участков. Напряжение на каждом из параллельно соединенных участков одинаково и равно напряжению на всем участке цепи, содержащем эти соединения. При параллельном соединении нескольких участков цепи величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлению каждого из параллельно соединенных участков. Как я уже говорил, любые, даже самые сложные цепи получаются комбинацией двух типов соединений – последовательного и параллельного. Соответственно, для нахождения общего сопротивления сложных цепей нужно разделить их на конкретные участки, для которых мы сможем найти общее сопротивление, воспользовавшись формулами, которые мы только что вывели. Давайте рассмотрим парочку таких задач. На рисунке изображен участок цепи. Рассчитайте его суммарное сопротивление, если известно, что R1 равно R2 и равно 5 Ом, R3 равно R4 равно R5 и равно 10 Ом. Итак, давайте разберемся, каким образом эта сложная схема составлена из простых видов соединения – последовательного и параллельного. Смотрите. Резисторы R4 и R5 соединены последовательно друг с другом. Одновременно они соединены параллельно с резистором R3. И все это соединено последовательно с резистором R2. А потом все это соединено параллельно с резистором R1. Формулы для нахождения сопротивлений для последовательного и параллельного соединений мы только что вывели. Теперь давайте применим их к этой задаче. Итак, общее сопротивление участка, на котором расположены последовательно соединенные резисторы 4 и 5, будет равно R4,5 равно R4 плюс R5. И если подставить значение издано, это будет равно 20 Ом. Дальше нужно посчитать общее сопротивление параллельного соединения резистора R3 и общего сопротивления резисторов R4 и R5. Так вот, запишем, для параллельного соединения 1 делить на R3,4,5, это будет общее сопротивление вот этого участка, равно 1 делить на R3 плюс 1 делить на R4,5. Если записать эту формулу в другом виде, то есть выразить R3,4,5, оно будет равно R3 умножить на R4,5 делить на R3 плюс R4,5. И если подставить числа, это будет равно 10 умножить на 20 делить на 30, то есть равно 6,7 Ом. Теперь найдем общее сопротивление вот этого участка. Он состоит из последовательно соединенного резистора R2 с вот этим участком, сопротивление которого R3,4,5 мы уже нашли. Тогда R2,3,4,5 будет равен R2 плюс R3,4,5. R2 по условиям равен 5 Ом, R3,4,5 мы нашли, он равен 6,7 Ом. То есть суммарное сопротивление вот этого участка будет равно 11,7 Ом. Ну и остается найти общее сопротивление всей цепи, в данном случае оно будет складываться из параллельно соединенного резистора R1 с вот этим участком R2,3,4,5, сопротивление которого мы только что нашли. Тогда, соответственно, R общее будет равно R1 умножить на R2,3,4,5 делить на R1 плюс R2,3,4,5. То есть аналогично, как мы вот здесь вывели для параллельного соединения. И остается подставить числа и посчитать, сколько это будет. Это будет 5 умножить на 11,7 разделить на 5 плюс 11,7, это будет 16,7. И все это равно примерно 3,5 Ом. Следовательно, общее сопротивление этого участка цепи будет равно 3,5 Ом. Теперь вы можете попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. На рисунке изображен участок цепи. Рассчитайте его суммарное сопротивление, если известно, что R1 равно R2 равно R7 и равно 1 Ому, а R3 равно R4 равно R5 равно R6 и равно 3 Ома. Если столкнетесь с трудностями, не беда. Подобное решение есть в ответвлении. Теперь, чтобы закрепить пройденный сегодня теоретический материал, давайте решим несколько задач на расчет параметров сложных цепей. В схеме, изображенной на рисунке, напряжение источника U равно 12 В. Сопротивление резистора R равно 12 Ом. В начале, после замыкания ключа К1, Амперметр показал ток силы И1, равный 1 Амперу. А после дополнительного замыкания второго ключа, К2, Амперметр показал ток силы И2, равный 1,01 Ампера. Чему равно сопротивление Rv вольтметра? Давайте рассуждать. Представленная на схеме цепь состоит из параллельно соединенных резистора и вольтметра и последовательно соединенных с амперметром. То есть весь этот участок последовательно соединен с амперметром. Давайте разберемся, как будет течь ток в такой цепи в зависимости от состояния ключей. Так, ну если ключ К1 у нас будет замкнут, а ключ К2 разомкнут, тогда ток будет течь вот по этому контуру. Суммарное сопротивление этого контура складывается из последовательно соединенных резистора и амперметра. Давайте запишем закон Ома для участка цепи для этого контура. Обозначим этот ток И1, который будет течь в этом контуре. И он у нас будет равен U делить на сопротивление амперметра плюс сопротивление резистора. Все величины нам известны в этом уравнении, кроме сопротивления амперметра. Следовательно, мы можем его выразить и найти. Давайте сделаем это. Для начала домножим обе части на сумму сопротивления амперметра и резистора. Тогда получим вот такое выражение. И1 умножить на r амперметра плюс r равно U. Соответственно, потом делим обе части на ток И1. И тогда получаем r амперметра плюс r резистора равно U делить на И1. Ну и отсюда уже r амперметра легко выражается. r амперметра равно U делить на И1 минус r. Теперь давайте подставим числа и рассчитаем численное значение сопротивления амперметра. Оно будет равно 10 разделить на 1 минус 10. Ну то есть видно, что оно будет равняться нулю. Это значит, что амперметр, который присутствует в нашей схеме, соответствует модели абстрактного идеального амперметра. Теперь давайте порассуждаем, что произойдет при замыкании ключа К2. Известно, что после замыкания ключа К2 суммарный ток в цепи изменился. Это значит, что вольтметр не идеален. То есть утечки тока в эту ветку будут иметь место. Это значит, что после замыкания ключа К2 цепь будет представлять два параллельно соединенных элемента – резистор и вольтметр. Давайте рассчитаем общее сопротивление такой цепи, пользуясь выведенной сегодня формулой. Итак, 1 на R общее будет равно 1 делить на R вольтметра плюс 1 делить на R резистора. Отсюда следует, что общее сопротивление R будет равно R вольтметр умножить на R и делить на R вольтметра плюс R. И тогда, в соответствии с законом Ома, ток в цепи после замыкания ключа К2 будет равен I2. Назовем этот ток I2, и он будет равен U делить на R общее. То есть он будет равен U умножить на R вольтметра плюс R резистора и делить на произведение R вольтметра и резистора. Итак, ток I2 нам известен, а значит, из записанного уравнения мы можем найти исходное сопротивление вольтметра. Давайте сделаем это. Итак, вот уравнение, которое мы получили. Из него нам нужно выразить сопротивление вольтметра Rv. Давайте сделаем это. Сначала домножим обе части на произведения R, V и R и разделим на ток I2. Тогда получим следующее соотношение. Rv умножить на R равно U делить на I2 и скобка Rv плюс R. Так, теперь давайте расколем скобки. Rv умножить на R равно U делить на I2 умножить на Rv плюс U делить на I2 умножить на R. Теперь вынесем за скобки сопротивление вольтметра, общий множитель. Rv умножить на R вольтметра умножить на в скобках R минус U делить на I2 будет равно U делить на I2 и умножить на R. Ну и теперь разделим обе части на скобку R минус U делить на I2 и получим искомое сопротивление вольтметра. Давайте запишем это. Спротивление вольтметра будет равно U делить на I2. Все это умножить на R и делить на R минус U делить на I2. Мы выразили искомое сопротивление вольтметра и остается только подставить числа и рассчитать ответ. Давайте сделаем это. Итак, все это равно 10 разделить на 1,01 умножить на дробь, числитель которой 10 в знаменателе 10 минус 10 делить на 1,01. И все это примерно равно 1000 Ом. Это значит, что сопротивление вольтметра велико, но не бесконечно. 1000 Ом. Давайте решим еще одну задачу. Школьник собрал схему, изображенную на первом рисунке. После ее подключения к идеальному источнику постоянного напряжения, оказалось, что амперметр показывает ток I1, который равен 0,95 Ампера, а вольтметр напряжение U1 равное 12 В. Когда школьник переключил один из проводников вольтметра от точки 1 к точке 2, вольтметр стал показывать напряжение U2, равное 11,9 В, а амперметр – ток I2, равный 1 Амперу. Во сколько раз сопротивление вольтметра больше сопротивления амперметра? Давайте порассуждаем. В первом случае цепь представляет собой два параллельных участка, один из которых содержит амперметр и резистор, а второй – вольтметр. Во втором случае вольтметр параллельно подключен к резистору. И уже потом весь этот участок последовательно подключается к амперметру. Давайте разберемся, как потечет ток в этих случаях. В первом случае ток разделится в точке 3 и вновь соединится в точке 1. Во втором случае он разделится в точке 3, но соединится уже в точке 2. Так вот, в первом случае вольтметр будет показывать напряжение на обкладках источника, так как оно соответствует разнице потенциалов между точками 1 и 3. А во втором случае он будет показывать напряжение только на участке 2-3, так как он подключен к точкам 2 и 3, то есть он будет показывать разность потенциалов между ними. Так как эти участки соединены последовательно, то мы можем найти и напряжение на участке 1 и 2. Давайте запишем это. Так как У1 равно У амперметра плюс У2, следовательно, У амперметра, это напряжение на обкладках амперметра во втором случае, оно у нас будет равно У1 минус У2, где У1 это напряжение источника, У2 это напряжение, которое показывает вольтметр. Так как нам известен ток И2 через амперметр, да, во втором случае, то мы можем легко выразить его сопротивление. Давайте сделаем это. Сопротивление амперметра будет равно У1 минус У2 делить на И2. То есть напряжение на амперметре мы поделили на ток амперметра. Так как нам известно напряжение между точками 1 и 3, да, то есть в этой ветке, и ток в ней, то через него мы можем найти сопротивление резистора R. Давайте запишем закон Ома для этого участка, и он будет выглядеть следующим образом. У1 равно И1 умножить на суммарное сопротивление этой ветки, то есть R амперметра плюс R резистора. И тогда отсюда выразим R сопротивление резистора, которое будет равно У1 делить на И1 минус сопротивление амперметра. Зная сопротивление резистора, мы можем рассчитать ток через резистор для второго случая, так как мы знаем напряжение на резисторе во втором случае. Тогда этот ток будет равен для второго случая, и R будет равен У2 делить на R. Ну а так как мы знаем суммарный ток, то мы можем посчитать ток, который течет через вольтметр. Правильно? Он будет равен суммарный ток минус ток резистора. Давайте это запишем. Ток вольтметра будет равен суммарный ток И2 минус ток резистора во втором случае. Теперь по закону Ома мы можем найти сопротивление вольтметра, о котором нас спрашивают задачи. Давайте запишем это соотношение. Сопротивление вольтметра у нас будет равно У2 делить на ток вольтметра. Соответственно, мы подставим постепенно все, что мы нашли в эту формулу, и сможем выразить сопротивление вольтметра. Давайте сделаем это. Теперь давайте соберем все выписанные выражения в одно и найдем искомое соотношение между сопротивлением вольтметра и сопротивлением амперметра. Итак, все, что нам нужно, я выписал, и теперь найдем соотношение между сопротивлением вольтметра и сопротивлением амперметра. После подставления и собирания всего этого в одну формулу получится следующее. У2 умножить на скобках У1 в скобках И2 минус И1, дальше плюс У2 умножить на И1, скобка закрывается, и все это делить на У1 в скобках У1 минус У2 и в скобках И2 минус И1. Ну и если мы подставим численные значения, которые даны в условиях, мы получим, что это соотношение равно примерно 2360. То есть ответ — соотношение сопротивления вольтметра и амперметра равно 2360. Ну что ж, давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Для решения задач по пройденной теме необходимо Знать условные обозначения электронных компонентов на электрических схемах и их параметры Формулы для расчета общего сопротивления параллельно и последовательно соединенных участков цепи Формулы для расчета токов и напряжений последовательно и параллельно соединенных участков цепи Уметь Изображать электрические цепи с помощью электрических схем Находить общее сопротивление смешанной цепи Находить электрические параметры, такие как токи, напряжения для каждого участка сложной цепи Итак, на этом уроке мы познакомились с удобным методом графического изображения электрических цепей с электрическими схемами Мы познакомились с условными обозначениями различных электронных компонентов на этих схемах А также научились рассчитывать параметры сложных цепей На следующем уроке мы познакомимся с понятием ЭДС, реальными источниками тока и напряжения Изучим закон Ома для полной цепи, а также научимся рассчитывать работу и мощность электрического тока На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание Давайте рассмотрим принцип работы реостата одного из самых распространенных видов Это ползунковый реостат Ползунковый реостат состоит из специальной проволоки, виток к витку, намотанный на стержень, сделанный из изолирующего материала И ползунка, который бегает по этой проволоке Один из контактов расположен на ползунке Второй из контактов расположен в начале проволоки Таким образом, перемещая этот ползунок по реостату, мы как бы регулируем длину проволоки Из прошлого урока мы помним, что сопротивление проводника напрямую зависит от его длины То есть, чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление, прямая зависимость Таким образом, регулируя длину проводника, мы фактически регулируем его сопротивление На этом и основан принцип действия работы реостата Давайте рассмотрим частный пример Два параллельно соединенных участка цепи с сопротивлениями R1 и R2 Давайте выведем выражение для величины тока в каждой из этих веток Как помним, как мы выяснили ранее, ток в каждой из веток будет равен И n равно u делить на rn Либо, если записать в другом виде, будет равно i умножить на r и разделить на rn Где r – это общее сопротивление всей цепи, в данном случае двух параллельно соединенных участков Давайте напишем выражение для этого сопротивления 1 на r, где r – это общее сопротивление, будет равно 1 на r1 плюс 1 на r2 Эту формулу мы тоже выводили Выразим из последнего выражения общее сопротивление r равно r1 умножить на r2 и разделить на r1 плюс r2 И подставим, соответственно, в первое выражение для тока Таким образом, мы получим i1 равно i умножить на r1 умножить на r2 разделить на r1 и на скобках r1 плюс r2 Соответственно, мы можем сократить сопротивление r1 и получим выражение такое i умножить на r2 и разделить на r1 плюс r2 И аналогично получим выражение для тока во второй ветке Оно будет равно i умножить на r1 делить на r1 плюс r2 Из полученных выражений видно, что количество тока, который потечет в определенную ветку будет прямо пропорционально сопротивлению другой ветки Это логично, ведь ток, как и вода по трубам, стремится течь туда, где меньше сопротивления И чем больше сопротивление в параллельной ветке, тем больший ток потечет в первую ветку И наоборот Давайте посмотрим, каким образом сложная схема, которая приведена в задание, составлена из простых схем с помощью параллельных и последовательных соединений Итак, видно, что резисторы r1, r2, r3 соединены друг с другом параллельно И все вместе этот участок цепи соединен с участком цепи, который идет после него То есть r4, r5, r6 и r7 Это соединение будет последовательным Обратите внимание, что все вот эти три точки обладают одним и тем же потенциалом Поэтому их можно, в принципе, объединить в одно Именно поэтому мы можем считать, что это соединение последовательное Дальше, по поводу в правой части цепи Здесь резисторы r6 и r7 соединены друг с другом параллельно Потом все это соединено последовательно с резистором r5 И все вот это соединено параллельно с резистором r4 Ну что, давайте распишем, соответственно, все соединения и найдем общее сопротивление данной цепи Как от нас и требуется в задании Итак, начнем с резисторов 1, 2, 3 Запишем, общее сопротивление участка цепи, объединяющего эти резисторы r1, 2, 3 Будет связано с сопротивлениями каждого из этих участков таким соотношением 1 делить на r1, 2, 3 Равно 1 делить на r1 Плюс 1 делить на r2 Плюс 1 делить на r3 И если мы все это запишем в следующем виде То есть выразим r1, 2, 3 То получится следующее выражение r1 умножить на r2 умножить на r3 Делить на r1 на r2 Плюс r1 на r3 Плюс r2 на r3 И подставляя данные из условия получим 1 умножить на 1 умножить на 3 Делить на 3 плюс 3 плюс 1 И все это равно примерно 0,4 Ом Так вот, теперь беремся за правый участок Найдем общее сопротивление параллельно соединенных резисторов r6 и r7 Ну, аналогично запишем r67 У нас будет равно r6 умножить на r7 Делить на r6 плюс r7 И, подставляя числа, получим 3 умножить на 1 делить на 3 плюс 1 И это равно 0,75 Ом Теперь Этот участок соединен последовательно с резистором r5 Найдем общее сопротивление r567 То есть для вот этого участка Оно будет равно r5 Плюс r67 Пользуемся формулой для последовательного соединения Подставляем числа r5 нам дано и равно 3 r67 мы нашли Оно равно 0,75 Ом То есть все это В сумме даст 3,75 Ом Дальше Теперь Найдем общее сопротивление участка r4567 То есть параллельно соединенного резистора r4 И Участка Состоящего из резисторов r5, r6 и r7 Ну, формула будет следующая r4 умножить на r567 делить на r4 плюс r567 Подставляя числа, получаем Соответственно, 3 умножить на 3,75 разделить на 3 плюс 3,75 И все это примерно И все это примерно равно 1,7 Ом Вот Итак, остается последний шаг Найти Сопротивление последовательного соединения Участков На которых расположены резисторы r1, r2, r3 и r4, r5, r6, r7 Отдельно мы уже нашли Сопротивление этих участков Остается их просто сложить r общая будет равно r123 плюс r4567 И это равно r123 мы искали, он у нас был равен 0,4 Ом А r4567 равен 1,7 Соответственно, в сумме это дает 2,1 Ом Таким образом, мы рассчитали сопротивление вот этой сложной цепи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...